Как же хочется порой вернуться в детство, особенно летом, в мир сказок и чудес, снова стать маленьким ребенком, познающим этот увлекательный мир. И как хорошо, что есть книги, позволяющие это сделать. Мы хотим вас познакомить с серией книг долетнего чтения замечательной детской писательницы Тамары Михеевой. Она считает, что детство – главное время в жизни человека. По ее словам, она пишет для детей, потому что ей есть с кем поделиться. А делится Тамаре Михеева самым драгоценным, своим детским счастьем, придуманным ею волшебным миром, мечтами, которые остались с ней навсегда и воплотились в жизнь. Ведь с самого детства она хотела быть писательницей. Ее повести легки и увлекательны. Автору достаточно всего несколько точных фраз, чтобы создать узнаваемый образ. Маленькая, но такая отважная Ася из повести Аси на лето. Немного ранимый Сережа из повести Дети дельфинов. Требовательные к мире, ужаждущие ярко насыщенной жизнью Руслана Лиза из повести Островитяне. Столь разных героев объединяет одно – им нет и 16 лет. И в каждом из них читатель-сверстник узнает себя или своих друзей. Произведения этого автора будут интересны читателям среднего и старшего школьного возраста. Детство, лагерь, дружба, чудеса – об этом повесть Аси на лето. Книга открывается посвящением моим любимым мальчишкам Егору, Севке и Олежке. У меня хорошая семья, где растут два сына. Третий мальчишка – это племянник. Именно для них в первую очередь я и пишу свои истории, раскрывая тайну писательница. Асина лето – очень необычная история о самой обычной девочке Просковье Шустовой. Просковья, а проще Ася, уезжает на все лето в лагерь. Здесь девочка впервые, и все ей в новинку. Кто тут негласный лидер и почему, и как общаться с толпой незнакомых детей. Лагерь «Светлячок», где когда-то отдыхала еще Асина бабушка, не скачает никогда. Здесь ссорятся и мирятся, влюбляются и расстаются, ходят на дискотеки и рассказывают страшилки. А еще Асю ждут сказочные приключения. Она знакомится с веселыми гномами и другими чудесными обитателями леса. Учится летать, отправляется на поиски живой воды, чтобы спасти засохший цветок. Семейка ветров живет на летней эстраде. Королевский уш, исполняющий желания, обосновался под крыльцом первого корпуса. Там привидения шьют изумительные платья, в которых можно танцевать на балу, а солнечные зайчики лечат коленки и даже спасают жизнь. Там можно абсолютно все – летать самой, пить уменьшительный мед и становиться маленькой, дышать под водой и побывать в домике эха. Действительно, сказочный мир переполнен подробностями. Он так правдив и так реален, что погружаешься в него с головой. В книге с Асей происходят чудесные приключения. Она становится волшебницей, умеет летать, помогает чудесному выздоровлению мальчика Кольки, который ей очень нравится. Сказочные друзья согласны помочь, но главное зависит от Аси. Хватит ли у нее смелость и упорство, чтобы отправиться к грозовому человеку и выполнить его задание. Ася не выпрашивает чудес. Она их пытается заслужить при поддержке обретенных друзей, принимает ответственность за свои решения. В конце книги ее волшебные друзья говорят ей. Чудеса Асенька – нелегкая ноша, но она тебе оказалась по плечу. Значит, теперь ты настоящая волшебница. Пусть твой дар – дар любви, терпения и дружбы, ведь именно этот дар помог тебе совершить чудо – никогда не покинет тебя. Это изумительная книга для летнего чтения, как для детей, так и для взрослых. Добрая, уютная, атмосферная. После нее на душе так светло и тихо и радостно. Это произведение о дружбе, волшебстве, борьбе со страхами, преодолении себя и принятии происходящего. Она учит любить, дружить, быть преданным, ответственным, уметь жертвовать собой ради других. Читатель в очередной раз убеждается, что даже самые трудные, самые, казалось бы, невероятные дела можно осилить всем вместе, стоит только начать. За повесть о сильном лето в 2007 году Тамара Михеева стала лауреатом национальной премии «Заветная мечта». А книга в оформлении художника Светланы Никонюк в 2008 году была включена в федеральную целевую программу культуры России. Дети Дельфинов Дети Дельфинов – безумно интересная фантастическая повесть, от которой невозможно оторваться. Именно такие книги нужно читать в детстве и в подростковом возрасте. Да и многим взрослым она придется по душе. Здесь множество приключений и что-то вроде детективной линии. Кроме того, она очень летняя, легкая, захватывающая, при этом добрая и душевная. Отлично подходит, чтобы взять ее с собой в поездку на море. Это история о невероятных приключениях самого обычного мальчика Сережи, который живет на крошечном лысом острове в научном центре по изучению океана и его обитателей, в первую очередь дельфинов. Все его население – это сотрудники центра, ученые и обслуживающий персонал. И вот на этом острове среди взрослых и изучаемых дельфинов вырос мальчик Сережа, которого все прозвали Листиком, от фамилии Лист. Листику 12 лет, и ему было очень скучно и одиноко, ведь он единственный ребенок на острове, и за всю жизнь у него не было друзей среди детей. Но в один прекрасный момент на остров приезжают двое ребят – Роська и Максим, и жизнь Листика круто меняется. С новыми друзьями они изучат остров, найдут диковинных животных. Их ждет много приключений и опасностей. И что самое удивительное, они и тыщут древнюю расу местных жителей, откроют множество тайн и загадок острова. Во время очередной вылазки ребята забредают запретную зону. Оказывается, остров гораздо интереснее и многолюднее, чем они могут предположить. Очень интересно здесь сочетается описание жизни ученых и рядом соседствующей расы древних жителей, совершенно, казалось бы, первобытных, с казнями и жертвоприношениями, дикими, необразованными, но с чистым сердцем и открытой душой. Ученые же, умные, цивилизованные люди, в погоне за мировой славой и деньгами, иногда становятся гораздо более жестокими. «Дети дельфинов» не просто захватывающая фантастическая повесть, это книга о взрослении, об обретении друзей и о том, что в жизни каждого наступает момент, когда он должен взять на себя ответственность за то, что происходит в его мире, чтобы не дать этому миру исчезнуть навсегда. Это очень хорошая детская книга, настоящая и проникновенная. «Островитяне» — приятная и легкая детская история, которую идеально читать летом. Повествование идет от лица двух героев — Лиза и Руслана. У них совершенно разный характер, родственники — способ восприятия окружающего. Они проводят лето в деревне, и им очень одиноко, ну прямо как островам, затерянным в океане. Конечно, у Руслана есть бабушка и целая библиотека книг, а Лиза окружена многочисленными родственниками, но им все равно очень и очень скучно. Лиза из большой семьи, а Руслан — единственный ребенок, не знающий, что такое широкое застолье и ответственность за младших. А значит, и проблемы у них разные. Лиза мечтает уединиться, ей не хватает личного пространства, а Руслану не хватает родственной души рядом, тепла и общения, возможности поделиться с сокровенным и попросить помощи в любой момент. Лето они проводят в обычных каникулярных заботах и не знают до существования друг друга. Искупаться в речке до того, как станет слишком жарко, отыскать на бабушкино полке хоть какой-нибудь детектив или приключенческий роман, успеть на велосипеде до заката объехать все улицы и окрестности, или проследить за младшими, пока те бегают, играют или плещутся в воде. Именно в такой момент Лиза и знакомятся с Русланом, когда над речкой наконец затихли грики «Помогите!». После их знакомства повороты сюжета становятся быстрыми, неожиданными и экстремальными, как пороги быстрой полноводной реки. Но какой бы высокой ни была скорость повествования, герои остаются естественными и искренними. Следя за стремительным развитием событий, глазами то Лизы, то Руслана, читатель будет узнавать в них себя, свои мысли и чувства. В повести есть и трагедии, и нелегкое прошлое, и семейные предания, настоящие приключения, без которых не бывает интересной детской книги, зарождающиеся крупкие отношения, которых так волнует подростка, и, конечно, моменты сознания, взросления и принятия, то, что так ценно для поклонников семейного чтения. Вселенная героев расширяется, столкновение островов оборачивается не катастрофой, а контактам. В книге показаны будни и первая любовь, подростковые переживания о внешности, имени, поведении, реакция на запреты, действия взрослых. История короткая, но в ней отражена столько теплых воспоминаний. Через текст пробиваются жаркие дождливые летние теньки, походы на речку, радуя то, как мило и непринужденно раскрывается тема острова и название в целом. Интересно преподносятся семейные ценности, дух сплоченности, детство. Герои раскрываются с положительных сторон. И финал непременно счастливый. Произведения Тамары Михеевой получаются необычайно светлыми и теплыми. Они наполнены безоглядной верой в чудеса. Вместе со сказочными существами в них живут и обычные люди со своими проблемами. В произведениях детская жизнь предстает такой же важной, как и взрослая. Это позволяет детям посмотреть на себя со стороны, глазами других людей. Они учатся строить в обществе человеческие отношения, добиваются уважения и доверия в кругу сверстников. Подростки получают ответы на волнующие их вопросы. И все это благодаря приобретенному опыту на причитанных страницах. А родителям такие книги позволяют посмотреть на своих детей по-другому. У тех, кто не сумел найти тонкую нить общих интересов для разговоров с детьми, наконец получится достигнуть заветной цели. Закончим же наш обзор словами самой Тамары Михеевой. Мне кажется, что в детских книгах все-таки должна преобладать радость или хотя бы надежда. Читайте удивительно теплые книги этого автора и сделайте свое лето ярче. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok